Добрый день. Коротко о главном к этому часу расскажу вам я, Ульяна Ашимова, на телеканале ЖБКЖОЛЫ. Время новостей. Начнем. Президент Казахстана накануне празднования Дня Защитника Отечества вручил в Акурде госнаграды. В своей речи Касымжумар Тукаев подчеркнул, доблестная казахстанская армия стала надежным щитом территориальной целостности и стабильности в стране. Во время паводков военнослужащие, спасатели и личный состав службы госохраны были на передовой, продемонстрировав яркий пример верности присяги. В борьбе с наводнением было задействовано больше 9 тысяч солдат, доставлено свыше тысячи единиц техники. Касымжумар Тукаев отметил, что работа по повышению профессиональной выучки и модернизации вооруженных сил будет продолжена. В условиях нарастающей геостратегической турбулентности, значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает, добавил президент. Отметив большой вклад Защитников Отечества в сохранении мира и согласия в стране, глава государства присвоил воинские и специальные звания, а также классные чины офицера. К 7 мая группа Абурой из президентского оркестра службы госохраны представили уже полюбившуюся слушателям песню «Рух» в новой интерпретации. Аранжировку к композиции сделал обладатель Грэмми Иманбек. Музыку написал Жанбулат Адзилов, слова Русема Арсланова. А вот клип к песне стял телерадиокомплекс президента. Песня о духе, силе и чести олицетворяет работу казахстанских военнослужащих. В съемках принимали участие подразделения службы госохраны, КНБ, Нацгвардии, сил специальных операций вооруженных сил и МЧС. К другим темам. Экологическую акцию по посадке деревьев провели сегодня столичные школьники. А помогал им в этом министр просвещения Гани Бесимбаев. В одном из лицеев создали аллею выпускников. Каждый, кто в этом году покидает стены этого учебного заведения, на память высадил свое деревце. Это саженцы ели, клёна и березы. Вообще экоакцию «Таза Казахстан» провели в каждой школе страны. Учащиеся высадили более 50 тысяч деревьев. По мнению министра, такие акции играют большую роль в экологической культуре воспитания молодежи. Экологическая культура начинается с чистоты своего дома, двора, улицы, города и школы. Мы должны заботиться о родной земле. Посаженное сегодня вами дерево будет расти вместе с учениками школы и радовать всех нас. Но прежде всего важно бережно относиться к ним, не забывая поливать и ухаживать. И в завершении. Работа журналистов во всем мире становится опаснее. Об этом заявил накануне генсек ООН Анторио Гутерридж в своем выступлении, посвященном Всемирному дню свободы печати. В этом году он посвящен важности журналистики и свободы слова на фоне глобального экологического кризиса. Казахстанское представительство ООН в своих официальных интернет-ресурсах разместили публикации, в которых признают неоценимую работу СМИ по обеспечению информированности и вовлеченности общественности. Без фактов мы не можем бороться с сложной информацией и дезинформацией. Без привлечения к ответственности у нас не будет эффективной политики, говорится в сообщении. В ООН предупреждают, что в контексте тройного планетарного кризиса, изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения воздуха, компании по дезинформации ставят под сомнение знания и методы научных исследований. Мир переживает беспрецедентную экологическую катастрофу, которая представляет собой экзистенциальную угрозу для нынешнего и будущих поколений. Люди должны знать об этом. И журналисты, и работники СМИ играют ключевую роль в их информировании и просвещении. Продолжение следует...